Оттуда население с Дальнего Востока выдавливается и происходят замены на китайцев, на кого угодно. В основном на китайцев. Поэтому мы относимся к этому очень негативно и понимаем одно. Если путинская власть продержится еще чуть-чуть хотя бы, то мы потеряем и Сибирь, и Дальний Восток. Ну, и с точки зрения, опять же, польского националиста, не хочется, чтобы Китай что-то... Граничив с Польшей, да? Это был бы ужас для нас. Не хочется такого. Потому что мы понимаем, что если вас китайцы сожрут, мы будем следующим блюдом для китайцев. И не хочется стать блюдом для китайцев. Хочется, чтобы мы все вместе, Европа, Россия, понимали угрозу, что... Угроза не здесь, не между нами. Угроза на самом деле, это Китай, который растет очень быстро. Там сейчас опять родится все больше детей. И через 20-25 лет мы будем, наверное, здесь сидеть, общаться, что сделать, чтобы защитить себя от китайцев, а не от американцев, либо там европейцев, как здесь это происходит в ваших телеканалах. Это в головах, кто использует баку. Вот у нас вопросы на телефон. Люди дозвонят с первой. А сколько пенсий у вас в Польше для пенсионеров? Пенсия в Польше, средняя пенсия для всех пенсионеров это 34 тысячи рублей, 35 тысяч рублей, где-то так. А здесь, в России, я знаю, я проверял 12 тысяч. Да, большая. И еще хочу подчеркнуть, что если пенсионеру 70, либо больше лет, он получает бесплатные лекарства. Вот так. И у нас бесплатная медицина, здравоохранение все бесплатно, тоже образование бесплатно. Здесь я очень часто получаю вопросы. «Томаш, а сколько вы платите за здравоохранение, за медицинское там, за... ну, просто за помощь даже, когда вы пойдете к врачу?» Нету ничего такого. Мы все получаем бесплатно. Мы платим налоги, и за эти налоги получаем социальную защиту. Вот так. А сколько... какое место вы занимаете по добыче нефти в мире? О, блин. Я думаю, что у нас нефти и газа почти нет. Да.